Интересные факты о дынях. Посмотрим. Ярко-желтые круглые дыни или может быть вытянутые зелеными полосками, а есть и другие. Правда в России и ближайших странах они практически не растут. Разнообразных дынь на свете действительно много. Селекционеры давно вывели целую кучу их сортов, которые повсеместно распространились по всем странам, где они популярны. Хотя нам конечно привычнее либо маленькие круглые дыньки, либо вытянутые торпеды, которые летом продаются на любом российском рынке. Употреблять ее в пищу на голодный желудок не рекомендуется. Также это может вызвать расстройство кишечника. Кушать дыню до или сразу после употребления молочных продуктов также не стоит. Если дыня слегка пахнет травами, значит она еще не до конца созрела. На одном растении обычно вырастает от двух до восьми дынь. Дыня чрезвычайно богата железом. Его массовая доля в 17 раз больше, чем в молоке. Происходит дыня из Средней Азии, как и многие другие культуры. В древности у арабов бытовало поверье, что дыня – райский фрукт, попавший на землю случайно. Однажды французский король Генрих IV Бурбон, человек весьма эксцентричный, подал в суд на дыню, обвинив ее в оскорблении величества. Причиной судебного процесса послужило то, что король объелся этих плодов и почувствовал себя нехорошо. Всего сейчас в мире насчитывается более 200 сортов дыни. Дикая дыня, родственная своему оккультуренному аналогу, произрастает на природе в основном в среднеазиатских странах, экс-СССР, а также в Индии и, как ни странно, на севере Австралии. Археологические находки свидетельствуют, что эти плоды выращивались еще в Древнем Египте. Содержащиеся в спелой дыне вещества стимулируют выработку серотонина, называемого также гормоном счастья. Серотонин также вырабатывается при поедании шоколада. Благодаря высокому содержанию клетчатки, употребление в пищу дыни помогает очистить организм и избавиться от токсинов. А самым дорогим в мире сортом дыни является японский Юбари Кинг. Считается, что эти плоды отличаются необыкновенным вкусом. Стоят они по несколько тысяч долларов за штуку. Первое в мире место по производству дынь занимает Китай, выращивая около 25% всего мирового объема этих плодов. А еще в мире ежегодно выращивается около 32-33 миллионов тонн дынь. Большинство плодов по весу не превышает 8-9 килограмм, но официально зарегистрированный рекорд массы более 200 килограмм. Дыня-рекордсмен была выращена в 2009 году в Австрии. В России еще в 19 веке эти плоды можно было увидеть только на столах дворян и зажиточных купцов. Плоды змеевидной дыни, будучи недозрелыми, внешне поразительно напоминают обыкновенные огурцы. С точки зрения ботаники дыни относятся к тыквенным растениям. В сушеном виде они на вкус кажутся еще более сладкими, чем в свежем. Каждый год, во второе воскресенье августа, в Туркмении официально отмечается День Туркменской Дыни, а в Европу эти плоды впервые попали лишь в Средневековье. Там же, в странах Европы, семена и мякоть дыни использовались колдунами для приготовления приворотных зелий. В Северную и Южную Америку дыню завезли европейские колонизаторы, после того, как Христофор Коломб открыл для них новый свет. А в отличие от многих других плодов, дыня, будучи сорванной с лозы, не дозревает и слаще не становится. Дыня состоит из воды примерно на 90%, сравнимо с этим показателем у арбуза. В одном килограмме дынной мякоти содержится всего около 30 килокалорий. А в Индии и некоторых странах Африки жареные семена дыни используются в кулинарии. Однако ученые установили, что в них содержатся вещества, которые неблагоприятным образом сказываются на работе селезенки. Так что от подобных закусок лучше воздержаться. Почти все части дыни, от листьев до семян, также широко применяются в традиционной китайской медицине. На сегодня все, спасибо за просмотр. Надеюсь видео вам было интересно. Но не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока!